Город не спит, потому что творит. Чем мы сейчас займемся, узнаем у мастера Олеси. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем сготавливать такую прекрасную розочку из атласных лент. Для этого нам понадобятся Атласные ленты шириной 50 см, они имеются разных расцветок. Бусины для декорирования, создания, украшения данной розочки. Сейчас мы будем создавать лепесточки нашей розы. Для этого нам необходимо атласную ленту поделить на кусочки. Делаем 8 заготовочек по 9,5 см. Дальше делаем 8 заготовочек по 10,5 см. И 8 по 11,5 см. Чтобы лепесточки у нас шли от малого до большего. Мы приготовили заготовки для наших лепесточков. Сейчас, чтобы лента не крошилась, нам необходимо ее полить с помощью нашей свечечки. Вот и наконец-то мы опалили все наши заготовочки, чтобы они не сыпались в ниточки. Сейчас делаем непосредственно сами лепесточки. Верхушечку загибаем на 5-7 мм. По краешку мы точно так же загибаем, создавая, как в школе, прямой угол. С одной стороны и со второй стороны. Дальше мы это все сшиваем. Делаем сборочку. То есть создаем размах нашего лепесточка. Начинаем нашу розочку собирать. Выбираем из наших заготовочек самую-самую маленькую, самую мелкую. Делаем внутренний. Прошиваем. То есть фиксируем. Для того, чтобы наша розочка не распалась и не разрезалась. Каждый лепесточек между собой мы будем фиксировать. Первый ко второму, второй к третьему, дальше по порядку. По спирали мы монтируем наши лепесточки. Если у нас один смотрит, второй закрывает, этот мы делаем, устанавливаем сборку. Здесь это все точно так же прошиваем. Наши заготовочки в виде роз готовы. Евгения, смотрите-ка у меня, какая у вас. Теперь устанавливаем ее на наши заготовочки. Я на ободок ранее подготовленный, а вы, Евгения, на резиночку. Тоже голубого цвета. Для этого нам понадобится клеевой пистолет. Клей из клеевого пистолета выходит прозрачный. И при установке, даже если он вылез за какие-то края, его не будет видно. Это будет все декоративно и закрыто. Наливаем клей на нашу бусинку маленечко совсем. И в серединку розочки мы ее сделали. Вот такая красота у нас получилась. Если вы любите делать подобные работы своими руками, то присылайте свои фотографии на нашу электронную почту. И тогда самый-самый получит вот такую вот красивую турку.